Радио Блок 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 какой-то концерт, посвященный какой-то годовщине гениального поэта Ильи Ресникова. И настаиваешь на слове «гениальное». Нет, я не настаиваю на слове «гениальное», я говорю с иронией. Хотя, в общем-то, как песенник он очень неплох. Но он заявляет, что он, извините, православный, и не заявляет, что он еврей. Он говорит, что я православный деятель русской культуры. Как? Правильно? Ну и окажется. Я наблюдаю, как крестится Валентин Гафт. Так. Я наблюдал до этого, как крестился, именно крестится, прямо при людях, крестился Валентин Гафт. Это я видел. Я видел, как крестился Борис Березовский, предприниматель. Я видел, как Виктор Феликсович Вексенберг свои яйца принес вместе с яйцами Фаберже к столу Путина. Ты же помнишь это. Так, по-моему. Интересна тенденция, что происходит. Я стал думать по поводу этого и пришел к одному интересному выводу. А вывод такой, что Путин, в отличие от господина Шикельгрубера, известного, так и решил еврейский вопрос. Решил еврейский вопрос. Да. Но не теми путями. Путин. Не антисемит. Абсолютно не антисемит. Человек, которого евреи сделали, по сути дела. Но он решил еврейский вопрос. Он избавит, избавляет Россию от евреев. Он их ассимилирует. А вот так, да? Да. И каким образом? Он персонально этим занимается. Я думаю, не он один. Но дело в том, что работа над этим, его ведомство, началась буквально с конца перестройки. Буквально с конца перестройки. Я объясню, каким образом. Как я это разбирался. Давай так. Вот возьмем русских, так называемых советских евреев, которые не были религиозными. Кто-то был, но в основном не были религиозными. Но они утверждали, что они евреи. И да, они были евреи. Теперь что происходит? Уходит коммунизм. Как религия уходит. Людям надо было заполнять этот вакуум. При всех условиях людям надо во что-то верить. Им нужна вера. Те передовые, которые евреи, которые в советское время перестали совершенно верить в коммунизм, между прочим, такие были и многие, они, между прочим, нашли, пришли к вере, и многие из них перешли к христианству. Те же самые евреи. Начиная с отца Мения. Затем мы будем продолжать очень и очень многими интеллигентами, включая из великих поэтов и так далее, типа Братского и так далее. Каким-то толчком, как я понимаю, был, безусловно, гениальный роман Булгакова «Мастер и Маргарита», который сыграл определенную роль. Но люди видели, что религия – это то место, куда им можно отвлечься, куда можно вложить свои духовные силы. А поскольку синагог тогда в Советском Союзе не было, поскольку евреи, как таковые, преследовались, а преподаватели евреи-то сразу же отправляли, условно говоря, на Соловки, для них самое простое было перейти в христианство, и у них в этом не было никакого, будем говорить, ну, такого выигрыша, то есть социального выигрыша. Просто это их была духовная потребность – иметь веру в Бога. Они ее находили. Ну, вот этих людей. И вот так думаешь, да? Ну, вот я вот слушаю тебя. Вот этот переход обусловлен был, может быть, нисколько желанием найти веру свою и именно утешение в христианской в данном случае вере. А может быть, это связывалось с причастием некоторым, скажем так, к русской культуре. И, соответственно… Совершенно верно. Соответственно, это переходило и на то, что православная вера, как бы, больше… Ну, и это как бы мейнстрим, это государственная религия, и вроде бы… Она не была государственной, она была отделена от государства, но это соответствовало их культурным традициям. Да. В России это люди православные, и, соответственно, как бы примкнуть к тому большему и отойти от меньшего, тем более нахождение в меньшем, оно было всегда, ну, не самым таким. Ведь ты знаешь прекрасно, эти, ну, наши писатели-собратья сплошь и рядом брали псевдонимы себе и так далее. Ну, по причинам понятным мы не будем сейчас тогу такую надевать на себя больших судебных людей, но так случалось. Да, кроме того, кроме того, это как давало какие-то неизвестные пути в загробный мир, чего коммунизм и гарантировал. Нет, коммунизм гарантировал уже при жизни получение всего. Да, только можно. Ну вот, но вот кончилась советская власть. Вот кончилась коммунистическая религия. И каждая национальность стала обретать свою религию. Ну, раньше не обретать, возвращаться к... Возвращаться, да. Русские пошли все, русские, украинцы и так далее, все в православие. И пошли министры креститься, бывшие первые, вторые, третьи и тем более четвертые секретари креститься. Бандиты стали колокола отливать, это все... Отливать колокола и носить огромные кресты, вот с гимнастами. Понятно. Все евреи. Евреи? Евреи. В русских традициях воспитанные, не знающие абсолютно ни Торы, ни Талмуды, ничего подобного. Не соблюдавшие ни Субботу, ничего подобного. Но знавшие твердо, что они евреи. Что с ними делать? У нас есть телефонный звонок, мы хотим поговорить с радиослушцами. Подождите с телефоном, потому что мы не пришли к сути. А суть, и почему мы так долго идем, потому что это очень серьезно. Вот суть заключается вот в чем. Ясно, что они придут к водоизму, но к какому? И тут, и тут в дело вмешались умные люди, которые посмотрели, умные люди из органов. Которые посмотрели, как благополучно интеллигенты, еврейско-русские интеллигенты, переходили в православие и решили открыть им такую дорогу. Как открыть? Каким образом им открыть? Что их может заставить? Кто может заставить, например, Игоря Цесарского, живущего, предположим, в Москве, пойти и становиться православным? А он нуждается в вере. Ему он нуждается в вере. Значит, ему нужно сделать дорогу в иудаизм очень и очень трудной. И тут на поверхность вытаскивают наиболее, наиболее жесткое течение иудаизма – хасидизм. В 90-м году в Россию привозят известного Берлазара, продвигают его. Подожди, подожди. Стоп. Значит, Берлазара привозят по заказу Путина. Ну, не Путина, стоп, предшественника. Да, я глубоко в этом убежден. Почему? Потому что... Сами же наши хаббатские, значит... Нет, в начале, в начале... Заинтересованы были в расширении своих... В начале хаббат приехал, стал приезжать в Россию, стал пытаться распространять это все. Да, евреи посмотрели на это дело, да, да, да. Они побывали в этих вагончиках, если ты помнишь, попили сладкого венца. Ну, сказали, ну, да, хорошо, но люди эти какие-то странные, с этими пейсами, с этими... Они на нас совсем не похожи. Они с нами... У них с нами нет ничего общего, абсолютно никаких корней. И уходи. То есть, как-то вот те корни, которые идут, религиозные створы, это не корни, это так? Да. То есть, нет, дело в том, что советские евреи уже были иными. Они были значительно шире, они шире смотрели на мир, они шире смотрели на литературу, на искусство, на музыку, на все на свете. Подойди к сегодняшнему хаббатнику, да, спроси у него американскому, кто такой Джордж Гершвин, он тебе не скажет никогда. Как же ты ему скажешь? Он же еврей, Джордж Гершвин, я такого не знаю. Ну, там немножко другими живут вообще. Да, да. И культурными... Да, но для русских евреев, культурных, большинство русских евреев, люди с высшим образованием, для них это чуждо. Так вот, притащили людей, типа Берлазара, в частности Берлазара, именно как пугал. Притащили. Притащили, а потом назначили главным муравином России. Несмотря на то, что ручками и ножками сучил господин Шаевич, Адольф Шаевич, который был главным муравином России. Который был, по сути дела, вот по нашему, модерн. Он был модерн-иудаизм. А почему он был? Он и есть. Он и есть, да. Нет, ну в то время. И как-то это было приемлемо. Люди приходили в синагогу. Муж смог сидеть там спокойно рядом с женой. Бабушка рядом с дедушкой. И все было славненько. Вот если ты хочешь в религию, вот мают. Ну, то есть... Да. Часто не будем обсуждать. Которая подходит к интеллигентам. Но, когда во главу иудаизма поставили хасизизм, евреи, которые относятся к финансовой элите, евреи, которые относятся к театрально-худорственной элите, евреи, которые относятся к различным кругам, науке и так далее, для них это чуждо. Да. Но вера-то нужна. Веры в коммунизм нет. Ага. И они стремятся к вере. Так, я тебя начинаю понимать. И они начинают думать, да нахрен ты мне нужен. Со своими этими делами, со своими лапсердаками. Это с тем, что я должен и не должен. И со всеми этими заповедями. Я другой человек, я из другой культуры. И тут они понимают, что они действительно из другой культуры. И они не идут в иудаизм. Они идут в православие. И таким образом, таким образом, за последнее время, за последнее время, огромное количество, я буду, хочешь я тебе начну перечислять, я специально перед тем, как началась эта передача, так просто закинул удочку в гугл и посмотрел. И беру сразу, подряд, Леонид Агутин, Варум, Долина, Газманов, Милявская, Хлебникова, Пурецкий. Что-то одних пивунов-то нету. Нет, ну пожалуйста, тот же самый Вексельберг, тот же самый Фридман. Это же не простые вещи. Большое количество людей, которые просто забыли, что они носят кресты. Ну, с другой стороны, смотри, интересная эта штука. Вот ты упоминал того же Березовского, но он был вообще-то полукровенько у него. Нет, он чистый еврейский. Ничего подобного. У него была половина. Нет, ты его знаешь, с кем упутишь? С кем? Михаил Боисовичем, ты его упутишь. Нет, у того кто-то самое. А Березовский чистейший? Ну хорошо. Сейчас нам позвонят в эфире, тут же скажут, кто есть. Да пусть позвонят, в сути это не изменит, даже если ты прав. В сути не изменит, но получается по твоей вот этой теории. Что интересно, вот ты знаешь такого Михаила Борисовича Турецкого? Михаила Борисовича, он уже Борисович Турецкий. Турецкий, ты знаешь такого. Он же возглавлял хор, московский хор, хоральность в московской синагоге. Теперь это хор Турецкого. И теперь во главе его стоит православный Турецкий. Ну хорошо. Не еврей Турецкий, который вышел из хоральность в синагоге. Он пришел к своему богу, значит. Да, да. Я не возражаю. Он отошел оттуда, пришел сюда, кончится карьера, вернется сюда. Нет, ему ничто не угрожало. И никак его карьера, ни вот этих людей, которых я перечислил, их карьера, это же не советское время, член партии, не член партии. Им ничего не угрожает. Они переходят, потому что им нужна вера. А вера им нужна. Может быть тут вера, я не знаю. Может быть тут помимо, я верю в убеждения некоторых людей, вполне возможно. А может так просто удобней? Нет. Никак. Никак. Это никак не удобней. Понимаешь, когда, например, великий поэт из Израиля приезжает читать свои четверостищи, все они собираются, все счастливы. Ты понимаешь, о ком я говорю. Да, я понимаю. Да. Поэтому это никак не влияет. А им действительно нужно принадлежать к какой-то религии. Но принадлежать к хасидизму они не хотят. А теперь ответим. Таким образом, я закончу и отвечаю на все вопросы, включаю твои. Таким образом, внедрение вот такое сверху, со стороны Путина, напрямую Путин внедрил человека по имени Барлазарь. Это и есть окончательное решение еврейского опроса в России. То есть безболезненного Россия одна, как лагерь, но другого типа. То есть не нужен никакой очередной флакос. Ничего не нужно. Ничего не нужно. Нужно просто пугало создать для интеллигентных людей. Тихо ассимилировать. Ну хорошо, он тихо ассимилировал, как ты считаешь, еврейское население, которое не полностью уехало. Там все равно несколько сот тысяч, как говорят, живет. Хотя, я думаю, еще и больше, потому что существуют половинки, четвертинки, осьмушки, 16 доли, 32-е. Это важно для тех, кто все-таки когда-нибудь собирается уехать. Но ты считаешь, что была сверхзадача этих людей вот таким образом растворить. А зачем? Чем? А зачем? Зачем? Ну, понимаешь, в чем дело. Еврейский вопрос для России все равно важный решить по одной простой причине. Сегодня, вот возьми барон Шафиров. Знаешь такого барона Шафирова? Ну, лично не знаю. Великий финансист, царство фамилии Рома. Знаю, знаю про него. Кто вас сейчас вспомнит, что он еврей? Никто. Он великий финансист, он представитель великого русского народа. Правильно, но Нахимов тоже был. Кто вспомнит Глиера? Кто вспомнит Рубинштейнов? Кто вспомнит, извини меня, великого пейзажиста... Господи, да. Да, понятно. Кто вспомнит отца Пастернака, и кто вспомнит и сына Пастернака. Хорошо. Ты понимаешь? Все, это уже принадлежность к другому народу. То же самое, как многие представители немецкой, если берем народа немецкого, итальянского и так далее, тоже, живя в России, принимали как бы и православие, и становились фактором уже культуры отечественной русской. Вот и все. И не случайно, и не случайно вот этот Довбер Пинхус Лазар, он урожденный в Италии. Он вообще не имеет отношения к ашкиназийским евреям, как к таковым. Он сифард. Он сифард, но хасид, потому что учился в Соединенных Штатах Америки. И говорят еще... Хорошо, с ним понятно твое отношение к нему. Давай мы следующий такой момент, перед тем, как сейчас уйдем на рекламу, только ты один вопрос мне ответь. Очень коротко. Вообще это хорошо или плохо? Это никак. Это никак. Это никак. Но, с другой стороны, это для евреев, для русских это хорошо. Это хорошо. Для евреев, живущих в России, и для которых чисто вот их существование, их быты, их, так сказать, инкрустация в российское общество, это тоже хорошо. Им это не мешает. Им, наоборот, это помогает. Им никто не скажет, где-то следующему поколению жить пархат. Но они очень быстро растворяются. Они женятся, на ком попало это. Что там, кто кому скажет, это мы не будем предварять сейчас. Мы для начала давай уйдем на рекламу. Для нас потеряется большое количество людей, которые уже потеряны. А может быть и нет. Давай мы уйдем на рекламу, очень важное объявление сейчас послушаем, а потом мы будем принимать еще ко всему звонки наших радиослушателей. Я думаю, к тебе будут вопросы. Может и ко мне. Так что, Дима, напомнишь, еще телефон, и мы уходим. Да, дорогие друзья мои, звоните нам после рекламной паузы по телефону 847-4005-2004-005-2005. Я вижу, что все линии горят и уже горят на протяжении минут 15. Но в этом сегменте передачи мы телефонные звонки не принимаем. Но мы будем их с удовольствием принимать сразу после информационных объявлений на радио «Народная волна Чикаго». Оставайтесь с нами. Уважаемые друзья, мы продолжаем передачу «Радио Блог» с Игорем Цесарским. В этом сегменте передачи мы принимаем телефонные звонки, и у нас тут же загорелись все линии. Уважаемый Игорь, давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Можно вставить пару слов? Представьтесь, пожалуйста, сначала. Григорий. Спасибо. Вставляйте, Григорий. Давайте. Хочу отметить. Выступающие сказали, что люди переходят, потому что им нужна была вера какая-то. Никакой веры ни Березовскому, ни Пастернаку, ни всем перечисленным авторам, никому из них, у них не было веры, и они не хотели получить другую веру. Им всем, кроме, можно сказать, отца Меня и отца Эдельштейна, израильского политического деятеля, им, и всем, только этим двум, я знаю, нужна вера, может, еще несколько человек назовем. Им надо было просто избавиться от этой пятна, от этой кайновой печати и уйти от еврейства. Мое такое мнение. Извините, у меня к вам вопрос. Неужели вы считаете, что гениальному поэту Бродскому нужно было уйти от кайновой печати еврейства? А что, у него была вера? Он понятия не имел по этому поводу? А, да, представьте себе. Да. А почему я ему должен меньше верить, чем вам? Да, именно вера, ему нужна была вера в Бога. Гениальному поэту Бродскому. Ну хорошо, еще одного человека вы назвали. Гениальному поэту Бродскому. Другое дело, если бы вы, например, сказали, что вот Исааку Ильичу и Левитану, великому пейзажисту, что ему не нужна была вера, ему нужно было войти в русское общество, чтобы его приняли, чтобы ему дали дорогу, я вам поверю. А кто стал верующим православным? При царизме многие переходили в христианство именно для того, чтобы у них была дорога, так же, как и Рубинштейн. Это считанные люди, понимаете? Это очень не считанные, это огромное количество людей. Это люди, которых история сохранит. Нужна вера? О чем вы говорите? Да, представьте себе. Людям нужна вера. Людям нужна вера. Не хотите, не верьте. Видишь, Володя, смотри, тут на чаще весу. Вот ты убежден, что все-таки движет вера, наш слушатель убежден, что движет совершенно мирские. Прагматические мирские, есть и такие, но не сейчас. Сейчас это никого не волнует. В данном случае очень сложно бывает вердикт вынести, кого что там вело куда, да? В России нет государственного антисемитизма. В России неважно, евреи... Ты имеешь в виду в современной России? В современной России. То есть... Нету, нету. Путин не антисемит. Это твое мнение, да? Он сукин сын, но он не антисемит. Подожди. Но он может не быть антисемитом, но он не один вообще-то правитель, так сказать. Там существует целый кабинет. Безусловно, но в этом кабинете подобраны разные люди, в том числе, например, Дворкович, кстати. Еще один, еще один выхрист. Ладно, он уже бывший. Хорошо, у нас есть звонки, Дима, да? Да, их много в селе не горят. Здравствуйте, в эфире. Слушаем вас в эфире. Представьте вас. Добрый день. Уровень человека отнюдь не определяет его отношение к вере. Вы не путайте религиозность и веру. Если человеку не хватило шеститысячного опыта веры еврейской, и он решил, предпочел отдать, так сказать, отдал предпочтение двухтысячному опыту христианства, которое вышло из иудаизма, то это говорит о том, что он просто был потерянный человек. А иудаизм он ненавидел. Он ненавидел, он об этом говорил открыто, что он чувствует себя инвалидом, будучи евреем. О чем вы говорите? А насчет антисемитизма? Откройте интернет, друзья. Там нет антисемитизма. Там просто иначе, как о жидах, никто не говорит. Очень-очень редко прорывается что-то другое. И антисемитизм в России был, есть и будет. Причем его нет в Сибири. Я прошел из Сибири все что угодно. Но когда я вернулся с родителями на Украину, когда я приехал в Россию, мне тут же объяснили, моей жене, объяснили, кто такие жиды. До четвертого класса я этого не знал. Это все понятно. Вопрос же состоит в том, что нет государственного антисемитизма. А бытовой антисемитизм, он есть в России, он есть везде. Мощь в России немножечко больше. Но движущие, так сказать, силы для людей, которые переходят в христианство, отнюдь не в этом. Потому что практика гитлеризма показала, что перешел ты в христианство. Будь ты даже Генрих Гейна, тебя все равно, извини меня, сгнорят в концлагере. У нас есть еще звонки. Я очень прошу, представляйтесь, пожалуйста, чтобы нам было проще с вами общаться. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, меня зовут Александр. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы вкладываете в понятие веры? И тогда, исходя из этого, у меня еще будет один вопрос. Это очень большой вопрос. Я боюсь, что нам 150, 350, 950 таких передач не хватит, чтобы ответить. Хорошо, а могу я тогда отметить вам двумя словами, как я понимаю, что такое вера, и почему я считаю, что то, что вы говорите, переход из одной религии в другую, это вообще не имеет значения на самом деле. Может быть, да. Потому что есть два понятия веры. С вашей точки зрения, и в этом ваша вера. Та же, может быть, и моя вера в том же состоит. Мы говорим в данном случае о другом. Мы не говорим о том, что имеет значение переход или не имеет значения переход. Мы говорим о том, что уходит народ, уходит большая часть народа из-за перехода из состояния латентного еврейства в христианство. И есть просто причина, почему происходят те или другие вещи. Можно мне сказать пару слов? Я как бы услышал, что вы говорите. Вот, на мой взгляд, есть две веры. Есть слепая вера, и есть вера на уровне знания. Так вот, ни иудаизм, ни христианство не являются истинной в последней станции этого Петра. Так, спокойно. И люди ищут внутренние ответы, как внутри себя прийти к тому Богу, о котором вы говорите. Поэтому человек может быть, что в иудаизме, что в христианстве, что в буддизме, что в любой другой религии мира. И если он внутри себя проводит определенные действия и растет внутренне, то это и есть его вера. Ему не надо принадлежать к иудинизму или христианству. Это не имеет значения. И у Игоря нет никаких возражений. Правда, Игорь? Нет, мы не о том говорим. Мы не говорим о том, что вера – это, в первую очередь, человек и его душа. Это не о том. Так, следующий звонок. Есть. Что, нету? Там же все линии были заняты. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Константин. Да-да-да, Константин. И вот я хочу выразить такую мысль. Люди переходят в другую религию, в Россию, да? Евреи, этнические евреи. Потому что они хотят приобрести национальность. А евреи такой национальности нет, это всем понятно. Есть этническая группа евреев. Не-не-не-не-не-не. Например, в Америке евреи по национальности американцы. Вы это знаете. Нет-нет-нет. Подождите, я говорю дело. Вы на нас на меня перебиваете. Национальность. 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 Нет, попросите. Вы путаете понятия. Вы разберитесь сначала. Серьезно, разберитесь. Значит, национальность... Ну, послушайте. Я говорю дело. Вот послушайте дело на самом деле. Давайте дело. Давайте говорите дело. Значит, национальность... Люди хотят приобщиться к той же национальности, которая есть в России. А национальность в России это все русские. А вот мы этнос, скажем, великорусы, это этнос. И евреи это этнос. Так вот, если оставаться евреи... Нет, вы не смейтесь. Я разбираюсь в этом деле, а вы, скорее всего, нет. Нет, мы разбираемся. Вы спросите Ложанского. Вы забыли, что в России 45 миллионов татар. Ну, вы ошибаетесь, ну, Колубчик, вы ошибаетесь. Значит, послушайте. Если оставаться... Вы ошибаетесь, напрасно вы смеетесь. Напрасно. Нет, ну, насчет татар. Что с ними делать будем? Ну, вы, ребята, ну, вы просто не разбираетесь. Вы, как большинство евреев, вы безгалотные. Как большинство евреев. Я сам еврей. Так вам нравится. Очень хорошо. Очень хорошо. Ладно, мы продолжим. Вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я не знала, что народная волна уже такая молодец, что перенесет вашу передачу с пандемника на вторник, и половину уже этого пропустила. Но вот мне все равно непонятно, может, вы повторите, так сказать, в двух словах. Я понимаю, что всю первую часть вы объясняли, почему все-таки переходят. Мне, например, понятно, если нет антисемитистов, в нынешней вашей России. Так, все понятно. Еще раз повторяю. Коротко. Нужна вера. Людям нужно иметь религиозность. Почему? Много причин для того, что... В первую очередь причина в надежде на загробный мир. Второе там и многое, и многое другое. По стопу, по стопу. Людям это нужно. Они начинают думать. Они начинают думать, к какой религии я отношусь. Поскольку, поскольку в меню у них нет, предположим, таких либеральных конфессий иудейской. Типа... Типа... К сожалению, либеральная конфессия есть везде, к сожалению. Но, поскольку в меню им предлагается только хасидизм, поскольку в меню, который для них очень сложен... Это не только хасидизм существует, да? А реформиизм, предположим, консерватизм им не предлагается в этом меню. Они понимают, что мне в хасидизм незачем идти. Я не могу, я не выдержу. Это не мои культурные, так сказать, основы. Это не так воспитаны и так далее. И они идут в христианство, которое им действительно оказывается ближе. И в этом был весь расчет. В России что? Тут же хасидизмское направление? Хасидское направление? Да, 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 хасидское. Только хасидское. Реформистского и консервативного нету, да? Нету. Нету. Там дело в том, что все сделали для того, чтобы их закрыть. Сделали Берлазара. Берлазар, который получил указом президента Российской Федерации Путина в 2001 году гражданство России, и который стал в 2000 году указом того же самого господина Путина главным раввином России, он хасид, причем в самом, что ни на есть, хамбатском направлении. С чем вас поздравил? Нет, ну, Володя, смотри. На самом деле ты считаешь, что я просто некоторым образом не могу сказать, что компетентен. Да я тоже нет. На самом деле религиозной жизни Москвы, России, целиком. Но неужели там исключительно все под, как говорится, под пятой Берлазара, и нету никаких других направлений? Нет, конечно нет. Вообще. Конечно нет. Конечно нет. Но тут есть одна деталь. А деталь заключается в том, что вот такая религия, она не может существовать без поддержки государства. В смысле конфессия. А государство поддерживает. Очень конкретно. Оно поддерживает именно хасидизм. Именно. А это все оно отбрасывает в стороны, и они маргиналы. И по твоей, значит, теории, это становится, в общем-то, побудителем перехода в другую религию. Окей, у нас еще и звонки, мы попробуем их принять. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Это мне, да? Да, да. Как вас зовут? Мистер Цитарский, это товарищ Вальдемар. У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, уважаемый гость, евреи переходят в христианство? В православное? В католицизм? В лютеранство? Или в какое христианство они переходят? Православное. В православное. В России в православное. А второй вопрос у меня такой. А почему евреи не переходят в христианство, например, в католицизм или в лютеранство? Благодарю за ответ. Я послушаю вас по радио. В России? Да, видимо, имелось в виду в России. Человек отключился уже. Вы поймите правильно, что лютеранство в России, так же как католицизм, это тоже маргинальная религия. Если уж идти, так идти туда по основному мейн-курсу. Вот и все. Ну, я бы тут поспорил, лютеранство в России достаточно много, у них есть веб-сайты, и я просто это знаю, поскольку они часто публикуют мои переводы, и я бы не сказал, что они такие уж забитые люди. Но они все равно маргиналы там. Не знаю, не знаю. Боже, ты не совсем правильное слово употребляешь. Причем, пряник лежит на столе все-таки у христиан. В данном случае кулич. Володь, их маловато, и это, во-первых, насколько я так могу понять, а во-вторых, конечно, они не пользуются определенными преференциями, какими пользуются, ну, основная. И это так, и, по всему прочему, интеллигентные евреи, они не существуют в лютеранских традициях, никогда не существовали еврейские семьи. Они интеллигентные. Они интеллигентные уезжают в Израиль. Владимир, скажите, пожалуйста, у нас очень много израильских слушателей. Да, у нас очень, у нас сильные горят. Вот, кстати, сказать, вот мне бы лично хотелось узнать, почему Владимир сравнивает окончательное решение еврейского вопроса в Германии, я так понимаю, и переход. Ну, я бы, знаете, такие шутки, но это слишком веселая шутка для меня. Таким образом, извините, органы российской власти решают еврейский вопрос. Хорошо, у нас вот и есть телефонный звонок. Здравствуйте, в офисе. Добрый день, слушаю вас. Я хотел бы сказать, уважаемому господину, еврейская религия существует задолго до того, когда попала христианская религия. Сколько лет существует, расскажите? Сколько? Где вы? Около четырех тысяч лет. Хорошо. Согласно еврейскому календарю. Нет, согласно еврейскому календарю. Для того, чтобы веровать... Хорошо, договорились. Для того, чтобы веровать. Достаточно веровать в любую религию, если ты веришь в Бога. И это не важно, быть православным или быть... Ну, это понятно, да. Вы правы. Возьмите того же Иисуса Христа. Вы правы, вы правы. Вы евреи. Какого Бога верить? Если ты веришь в Бога. У вас есть вопрос какой-то? То есть, с вашей... Ну, я просто хочу поспорить с вами о том, что не обязательно переходить в православное, чтобы быть верующим. Веровать ты можешь в любой религию веровать в Бога. Можно стать правоверным мусульманином тоже, почему нет. Буддистам кем угодно. Тоже верно. Тоже верно. Главное, главное, чтобы вы Ярилу не выбрали в качестве Бога. Ярила это не то. Ну, может быть, после очередной какой-нибудь мировой войны это опять вернется к Ярилам. Кто знает. К Ярилам, да. У нас еще есть звонки, да, Дим? Есть еще звонок, да. Вот сейчас радиослушатель. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Валерий. Я прислушиваюсь. Мне эта тема ваша интересна. У меня ассимилированная семья еще с советских времен. У меня жена к Богам избранного народа. Но в то время, о чем вы говорите, в то время никто из моих ровесников, друзей со всех сторон не ходил в синагогу. Тогда просто не было возможности верить в евреизм, в иудаизм. Люди были атеистами. Что я, что моя жена. Поэтому, если уже кто-то крестился, это не потому, что веру меня. Веры не было. Не было возможности. У нас в Тарькове не было синагоги. То есть синагоги были, но они были там дворец Порта, еще что-то что-то было. Не было синагоги как таковой. Не было места для исполнения религиозных обрядов. Тем более, иудаизм это самая сложная религия в мире. Единственная религия, которая не требует неофитов. Потому что в сложную религию очень трудно вступать. Поэтому люди крестились не потому, что не веру меняли, а потому что как бы приспособиться, в моем понимании, к большинству, к тому, к титульной нации, которая в России была, в общем-то, православие как таковое. И я знаю, у меня куча друзей, которые мужчины женились на православных женщинах со свистом. А самое интересное, с Россией у нас меня знакомы, тоже такая же симулированная пара. У них в институте, его жена говорила, девчонки русские, делили евреев, студентов, евреев, кто за кого замуж выйдет. Вот такая была коллизия жизни. Ярмар, жених, спасибо вам за звонок, у нас, к сожалению, уже мало времени осталось. Будем подводить итоги. Володя. Итог такой. Неплохо, если человек обретает религию. Какую бы религию, как сказано, он не обрел. Очень хорошо, потому что каждая религия содержит в себе нравственные, эстетические, этические ценности. Любая религия, и слава Богу, если человек верует в Бога, вне зависимости от того, есть он или нет. В данном случае, сегодняшний разговор о том, каким образом сумели направить поток оставшихся в России евреев в сторону православного христианства. И каким образом в конечном итоге ускорили процесс их ассимиляции. Вот, а теперь можно я скажу пару слов, ты мне разрешаешь? Я тебе вполне разрешаю. Хорошо. Так вот, интересная вещь, что эта проблема существует далеко не только в России. Ну, мы поговорили о том, что вроде как государственного антисемитизма нет, есть бытовой, нет одного, есть другое, нет каких-то синагог, которых очень много в Америке, тех самых реформистских. Вот, о которых, может, ты скучаешь, но кто-то далеко не скучает. Почему? Потому что в Америке та же глобальная проблема. Ассимиляция. Потому что здесь евреи переходят из своего еврейства куда угодно. И никуда. И, по сути... Извини, пока я не ушел, извини, перебью анекдот. Чем Трамп отличается от американского светского еврея? Тем, что у него внуки евреи. Да. Вот в том-то и дело. И получилась какая вещь, что, наверное, нас могут опять укорять в том, что мы, сидя здесь, обсуждаем проблемы далекой страны. Ну, уж так получилось. Мы там... Мы там жили... Прошли некоторое время, скажем так, первую часть твоей жизни. Но, тем не менее, если говорить серьезно, в Америке эта проблема очень большая. И мы с ней знакомы. И, кстати говоря, она ведет и к очень многим вещам, которые нам лично и не нравятся. Мы уже перейдем... Тут уже от религии к политике, в том числе и ко всему. То есть к этим традиционным голосованиям за демократов и так далее, и так далее. Но я думаю, это уже тема другой передачи. А пока я могу предложить только нашим слушателям, кто успел позвонить, кто не успел, задавать вопросы, если они у вас есть. Пишите, звоните. Мы готовы ответить. Ну, и спасибо Владимиру Черноморскому, который был сегодня с нами. В нашей Нью-Йорке... И вот это герои Нью-Йорка. Да, и Бог даст, еще будет не раз. Всего доброго. Всего доброго. До встречи. До встречи.